Вы будете разделены на три команды по 10 человек. С вами будут ходить Андрей, Надя и Юля. Только минеральные удобрения, в которых есть азот, фосфор и калий, могут спасти нашу планету от гор. Эти вещества формировались внутри нашей фосфор, стимулирует рост кормления. Кормить? Тогда появится возможность накормить каждого человека в земле. И землю плодородной. Это аммофоск, сокращенно аммиак и фосфор. Это, к примеру, завод Фосфорит на границе с Эстонией. Строился в советское время практически всей страной. На момент вхождения в состав компании Еврахим в 2001 году предприятие находилось в конкурсном управлении. Это последнее стадия банкротства. Сегодня, спустя 15 лет, фосфорит – одно из самых современных химических предприятий нашей страны. В год здесь делают почти миллион тонн аморфоза. Вообще, цепь по производству серной кислоты впечатляет. Во-первых, своими размерами здесь 25 тысяч квадратных метров. А во-вторых, если все это китросплетение, труб как бы расплеси и вытянуть в одну прямую линию, получится трубопровод протяженностью почти сотню километров. Кормовой фосфат, по сути, это фосфор, который можно употреблять в пищу. Он полезен и даже необходим большинству живых существ в наших планетах. Естественно, в определенных дозах, вот здесь даже написано, коровым дойным от 50, но максимум 200 граммов. Фосфорид превратился из полуразрушенного завода в суперсовременное производство, продукцию которого знают и покупают во всем мире. За это время здесь более чем в два раза увеличили объемы производства и вдвое уменьшили потребление природного газа. К тому же сегодня завод практически не покупает тепло и электричество. Один из самых важных положительных эффектов масштабной реконструкции это, конечно, улучшение экологической обстановки. Еще каких-то пять лет назад никто бы не рискнул делать то, что сейчас сделаю я. Если человечество перестанет использовать минеральные удобрения, то уже через год 40% населения нашей планеты будет попросту нечего есть. Так что производство этих веществ в любом смысле жизненно важный вопрос. Играет музыка Играет музыка Я работаю на данном предприятии мастером по ремонту контрольно-земалительных приборов в автомате. Сегодня я бы хотел вам рассказать немного про специфику своей деятельности, чем мы занимаемся и вообще зачем это нужно. Вообще, служба Киплава состоит из двух подразделений. Это ремонтники и инженеры. Инженеры занимаются программированием контроллеров, нарисовкой и прогрессовкой мемосхем, добавлением нового оборудования и, соответственно, настройкой каких-либо регуляторов. Он занимается конкретно разработкой, настройкой, отладкой, прорисовкой мемосхемы. Можем сейчас пройти. Наш инженер Владимир, он занимается обслуживанием цеха ИПК и сейчас цех ПСК. Вот сейчас параллельно, да, он работает. Сейчас он занимается конкретно модернизацией серной печи. Так как у нас в этом году реконструкция идет в плане СТП, которая непосредственно следит за производственным процессом. То есть это транспортная схема подачи аппатита как раз на первое и второе отделение производства конкретных струкционных фосфорных кислотек. С математикой есть, кто очень хорошо дружит. Перед вами лежит небольшая коробочка, на которой нужно будет подобрать определенный код. Я назову цифры, но порядок в них будет изменен. Нужно будет подобрать код, который так, чтобы загорелся лампочка. Сколько вообще будет комбинаций, кто-нибудь знает? Как посчитала, расскажи. Ну, потому что три цифры есть. Да, просто три цифры? Да, три. Было бы четыре, тогда было бы сладко. Начали. Код был угарен. Еще одно дополнительное задание. Наверное, я дам тебе каску, сварщика. Да? Да. Да. Я дам тебе каску, сварщики. Я дам тебе каску. Да? Я дам тебе каску. Я дам тебе каску. Все, все, еще играете в игру, да? Вы должны у меня получить какой-то предмет, и я так полавляю. Вот, какой-то, да я пока вам не скажу, какой. Ответите на пару вопросов мои. Природные фосфаты разлагают серной кислотой. Собственно говоря, все довольно просто. Дальше полученную, ну как это, пульпу, массу, вот, фильтруют. Вот, все, что жидкая фосфорная кислота, все, что остаток фосфогипса. Кто-нибудь знает, как называются вещества ускоряющей реакции? Какое вещество в земных условиях может существовать в трех состояниях? А вот, все прошлое, и надо сидеть. Ну, не сломан, а потом, вот, взять ломастер. Дальше полученную, вот, три элемента написанного здесь. Ну, ну что же? Ну, ты и командир, да? Да, вот он. Ну, молодцы, молодцы. У вас уже есть одна вещь? Ну, что ж, тогда вы подозреваете, чьи это вещи, да? Ну, молодцы, молодцы. У вас уже есть одна вещь? Сейчас мы с вами находимся в центрационном отделе человеческого контроля, то есть если говорить попросту это лаборатория. И сейчас сотрудники лаборатории вам расскажут, чем они здесь занимаются, ну кратенько. Изводим костерную кислоту, которая дальше идет на производство коврения и кормовые добавки. Контролируем процесс технологический в цехе. Мы отбираем в цехе кислоту, у нас есть отход на производство это фосфаги. Производство серной кислоты это один из основных цехов. Сейчас мы с вами находимся где? Ой, серная кислота. Да, сейчас мы с вами находимся в цехе, которая занимается производством. Это вырабатывает и обеспечивает паром все производственные и хозяйственные мощности на предприятии. Все очень простые евро, в гиме, в гиме, в гумане, в гумане. Получается евро, потому что все эти классные, в гумане. Затем мы поднимаемся к классу. У нас не перемешивается. Как бы это мы захотели, она не перемешивается. Если у нас будет классный. Добавляем его для цвета. Смотрим, что у нас остается. И надеюсь, вы соберете то, что вы хотите собрать. Наш цех разделен на четыре участка. Первый участок – это цех нейтрализации второснаждения кислых стоков. Второй участок – это очистка промышленных стоков. И два участка – это очистка хозяйственных бытовых сточных вод. В первую очередь, на при поражении человека электрическим током. Человек от действия электрическим током. Обесточить. Обесточить. Дальше. Как нужно правильно оказывать первую защитную помощь при артериальном кровотечении? Наложать жгут. То есть мы накладываем жгут на 3-5 сантиметра. Важным следом. Видео. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приходите, всему научим, все расскажем, все покажем ДимаTorzok ДимаTorzok